добрый вечер сегодня мы с вами поговорим про глобальное потепление что важно в нарушенной биосфере я попробую рассказать почему от него опасных и негативных последствий больше чем положительных хотя по идее должно быть наоборот это первый момент второй момент я попробую показать что во первых она идет некоторые в этом до сих пор сомневаются и что она обусловлена воздействием человек в этом сомневается еще больше но я попробую показать что это чистое следствие давление тех кому невыгодные изменения когда мы с григорием станиславовичем еремкиным сотрудником нашей лаборатории экологии охраны природы на биофаке впервые заинтересовались проблемой связи с изменениями ареалов птиц у нас подмосковье странным образом 80 и 90-е годы становилось теплее но у нас подмосковье на тех участках где человек не нарушал природу восстанавливались леса таежного они широколистью нового облика и к югу распространялись северные виды птиц такой вот забавный контур интуитивный факт с одной стороны глобальный процесс потепления в том числе и в наших умеренных широтах с другой стороны менее нарушены природные ландшафты вероятность восстановления северного облика и тогда мы отвлеклись от усталобы орнитологии и задались более общем теоретическим вопросом во-первых почему потепление рассматривается как угроза ведь в палеоцене когда концентрация углекислого газа достигала сравнимого с землей уровня от потепления было только лучше пустыне сжались сахаре текли реки по ним люди выходили из африки а сейчас наоборот последствия опасаются это первый вопрос такой в рамках здравого смысла обывателя второй вопрос уже более естественный для биологов для нас биологов понятна идея гомеостаза то есть если в нашем организме или в природных сообществах что-то меняется в какую-то сторону то включаются положительные обратные связи которые все отрегулируют и вернут к норме будь то глюкоза в крови будь то вспышка массового размножения непарного шелкопряда в природе на всякий выводящий состояние равновесия систему агент находится регулятор который ситуацию возвращает к норме и тут мы пригодится не слава чем подумали если можно включить и микрофоны чтобы шорохи и прочее мой рассказ не мешает не если возможно уж на меня нормально да соответственно если можно было бы представить себе доагрикультурную планету совсем не измененную деятельностью человека какая была в плеоцене то в ответ на рост концентрации co2 дальше мы увидим что именно этот экспоненциальный рост наблюдающийся уже пять тысяч лет на особенно быстро в последние 150 тысяч лет и вызывает собственно потепление co2 и метана двух основных парниковых газов там есть еще некоторые n2o некоторые кто хлор фтор углероды но главное это два углерод содержащих газа собственно если бы природные ландшафты были не разрушены как в плеоцене то выбор дополнительные co2 только усилил бы фотосинтез усилил бы захоронение органики в виде торфов в виде морд массы в лесах листовой опад мертвая древесина вот все вот это и собственно экосистемы бы изменились так что возникшее возмущение в виде роста концентрации co2 они бы вернули к норме и сразу забегая вперед скажу что два главных средства вывода из лишних co2 и c h4 из биосферы это во-первых захоронение не связывание фотосинтезом и важнее всего тут болото особенно болото бореальных лесов леса тундры северной части земного шарика а второй менее развитый это связывание фотосинтезом причем связывание фотосинтезом большинстве природных сообществ кроме тропических лесов также увеличивает захоронение потому что на суше в отличие от океана значительную часть растительной массы растительные ядные не успевают съесть она отмирает падает на землю и соответственно так или иначе она захоронивается выводится из круговорота на разные сроки либо в виде углерода почвы либо в виде углерода гуминовых и фульвокислот соответственно чем сильнее она преобразована тем на больший срок она из круговорота выводится это примерно тот же механизм вывода что и образование угля и нефти и если бы мы жили в плеоцене то подъем концентрации co2 только привел бы к тому что на нашем земном шарике перераспределились бы полосы и пятна природных зон те природные зоны в которых больше фитомассы расширились и больше болот то есть тайга налезла бы к югу а широколиственные и смешанные леса отступили бы луговые степи потеснили бы сухие степи обратите внимание это ровно те изменения которые мы с григорием станиславовичем наблюдали 80-е 90-е годы наименее нарушенных ландшафтах подмосковье и которые другие авторы например опарин наблюдали в заволжье везде где природные ландшафты были наименее нарушены происходящее потепление климата вызывало компенсаторные изменения природных сообществ и собственно если бы эти компенсаторные изменения захватили бы всю землю то мы бы наблюдали ну просто переключение теплого сухого периода на прохладный влажный как было до появления человека много раз это опять же забегая вперед мы поговорим но мы живем в нарушенной биосфере слева внизу доля природных биомов человеком измененных и замещенных разного рода искусственными сооружениями либо сельхозугодьями от тундры где их меньше всего и бареальных лесов или тайги до смешанных широколиственных лесов где больше всего разрушенная территория да что то не так да у нас тут библиотеке небольшие проблемы с ноутбуком сейчас мы или а мы просто и не могли отключить звук и вас невидимы все такое сейчас это мы уже перезагружать сначала ну мы начало слышали да звук был просто мы изображение не видели вот сейчас я с телефона вас подключила ага ага сейчас все хорошо пока сейчас я перейду опять на ноутбук а вы не видите ну я вижу свою презентацию да да хорошо но мы вас ноутбука не видели но с телефона вот все видно и то есть эта проблема с ноутбуком была тогда я продолжу рассказ да хорошо продолжайте вот мы сейчас если что не так не стесняйтесь прерывать только не пишите в чат а говорите хорошо хорошо спасибо соответственно на левой картинке внизу чем больше красного тем большая территория соответствующих природных биомов человеком изменена и превращена либо в сельхоз угодья либо в территории городов и промышленности то есть совсем искусственную среду справа вверху замечательные израильская работа которая показала что ты извини ради бога сейчас занят через два часа перезвеним вот и сейчас удалось показать что вообще говоря масса техно сооружений вот здесь она изображена в виде зеленые экспоненты растущий справа вверху она превысила массу биосферы то есть грубо говоря масса мостов пластика зданий заводов она сейчас больше чем масса всех растений всех животных измененной их активностью воды например воздуха и так далее которые есть на планете собственно в последние 300 лет со времени промышленного переворота масса искусственных всех сооружений росла и сейчас их уже больше чем на чем массы природных биомов это значит что вот те зеленые полосы тайги тундры тропических лесов которые вы видели в учебнике биогеографии это идеализация это сейчас осколки теснимые городами и сельхозземлями на сельхозземлях картинка справа домашнего скота больше чем диких млекопитающих вы видите что уже в 1900 году скота было больше чем диких млекопитающих даже в африке где крупные млекопитающие сохранились лучше чем на всех остальных континентах и чем дальше тем больше собственно домашний скот и искусственные поселы теснят естественную растительность увы когда экосистемы ломаются они теряют свои функции и в них запускаются так называемые контуры разрушения что такое контуры разрушения дальше нам понадобится это понятие одно из основных терминов экологии это сукцессия сукцессия это восстановление сообщества леса луга мангров либо там где сообщества не было ну скажем при зарастании песчаных дюн либо при зарастании скал либо восстановление нарушений внутри леса скажем когда граждане в лесу отдыхают там остаются кострища пятна вытапкивание прочая дрянь и эти участки зарастают собственно сукцессия это последовательная смена растительности благодаря тому что предыдущие виды растений делают жизнь своего потомства под собой невозможным их сменяют другие а предыдущие подготавливают условия для последующих ну например пашня заброшенная сперва покрывается сурной растительностью потом там появляются кустарки бурьяновы скотравья потом там появляются пионерные виды деревьев ну и так далее пока не восстановится лес а вот контуры разрушения это изменения похожие на такую восстановительную экологи это называют демутации однако ведущие еще к большему нарушению например в условиях засух мы будем говорить об этом как об одном из опаснейших следствий потепления почва становится еще суше в результате она хуже запасает влагу в следующие разы засуха становится еще дольше ну и так далее так или иначе осколки нарушенных экосистем по умолчанию можно предполагать что они будут выполнять свою функцию по регуляции глобального потепления а значит по устранению избыточного углерода из атмосферы хуже чем не нарушенная раньше здесь важный социальный момент как писал томас гопс если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей они бы опровергали себя пробирались убедительно и сейчас обнаружены учеными глобальное потепление и мы с вами можем гордиться что одним из первопроходцев был михаил иванович будыка который впервые показал что глобальное потепление происходит что называется на кончике пера несмотря на то что в это время в 60 и 70-е годы за окном был один из прохладных влажных периодов и собственно если бы он смотрел только за окно они на совокупные данные по земле он бы пришел к выводу наоборот что идет похолодание он проанализировал все данные они только доступные здесь сейчас и соответственно в условиях современного капитализма появляются отрицатели глобального потепления из идеологических соображений примерно так же как из религиозных соображений люди отрицают теорию эволюции в основном это сторонники бизнеса как всегда которые просто не хотят чтобы бизнес обременялся дополнительными экологическими и социальными обременениями то есть собственно они с социальной ответственностью бизнеса борются а тут еще и экологическое и соответственно реальный ход температур по земле вы видите справа темно-коричневая графа с учетом межгодовых вариаций это знаменитая хоккейная клюшка вы видите что если до 1800 года шли колебания и мы дальше будем говорить что там есть природные циклы теплые сухие периоды меняются на прохладные влажные наоборот управляемые солнечной активностью и опять же наша страна может гордиться что впервые эти колебания были изучены именно в нашей стране от великих географических путешествий великих академических путешествий паласа лепехина до галепова и чижевского то чем дальше тем больше повышательный тренд переламывает эти колебания это как оно есть а справа внизу как изображают это средство массовой информации причем не только fox news правое но и вроде бы приличное типа bbc скажем график справа внизу это то что bbc печатала в 2009 году перед копенгагенским саммитом по изменению климата и из графика человек несведущий мог вообще говоря понять что никаких никакого потепления нет просто колебания это чисто вранье в результате складывается разрыв между мнением специалистов график гистограмма слева внизу 97 процентов климатологов и экологов занимающихся биотической регуляции климата считают что а потепление происходит с 1990 года а что и что за него ответственный человек с 2015 года я в дополнительных материалах своему рассказу вам положу соответствующие данные общественность считает ну серединка на половинку может вообще ничего не происходит а может быть и не человек виноват и соответственно как это известно социальной психологии вторжение неприятные разным людям по идеологическим соображением или массовым настроением идеи потепления идет на трех уровнях первый уровень отрицания никакого потепления нет клюшка это одна из полу волн природных циклов тепла и влажности а может быть клюшки нет вовсе следующее производство сомнений плюс натуралистическая ошибка потепление происходит но хозяйственная деятельность здесь ни при чем это природный процесс с природой не поспоришь только приспосабливаться надо следующий уровень людей более знающих потепление происходит и вызвано человеком но будет от него только лучше распространяться леса по причинам о которых я говорил пустыне потекут реки на марсе будут яблони цвести это так называемая идея глобального позеленения global greening она обычно сочетается с идеей умягчения климата ведь подумайте сами всякое потепление это рост испарения рост испарения означает больше влаги в воздухе а больше влаги в воздухе это смягчение смягчение климатических экстремумов климат везде становится более выровненный более приятный но отчасти это возврат к тому климату который был в мезозове это я рассказываю их идеи а значит тем более ничего не надо менять и в хозяйственной деятельности не в управляющем и общественном устройстве это адаптация реальности устраняющая когнитивный диссонанс между неприятным научным знанием и собственно своими интенциями как во всякой качественной жизни свои 68 5 и 95 процентов правды есть в каждом из этих утверждений ну те кто интересовался психологии пропаганды знают что качественная ложь должна содержать в себе большую часть правды для людей не сведущих обычно 60 на 40 для специалистов 85 или 95 и я соответственно в своем рассказе постараюсь добавить недостающие проценты до полной картины и так слева вверху это знаменитая кривая киллинга рост концентрации co2 измеренной знаменитой этими измерениями обсерватории мауна луа на гаваев там измерение проводится с 59 года я вам в дополнительные материалы положу историю глобального потепления впервые сам факт потепления от дополнительных выбросов co2 ch4 и других так называемых парниковых газов впервые обосновал знаменитый физик фурье французский он же автор термина парниковый эффект а тот факт что разрушение биосферы человеком в результате человеческой деятельности ведет к дополнительным выбросам co2 ch4 и соответственно также потепление впервые сформулировал в 1843 году американский аболиционист геолог географ посол в риме республиканец и революционер участник итальянской революции джордж гордон марш я о нем рассказывал рассказывая об истории охраны природы в нашей стране потому что его переведенная в 1864 году книга как человек меняет лицо планеты дала университетскую российскую традицию охраны природы и среди прочего в ней было обоснование что рост выбросов co2 и ch4 в результате изменения человеком природы ведет к потеплению соответственно поскольку физику не обманешь газ такие газы как парниковые они поглощают инфракрасное излучение отраженное от земли большую часть этого излучения поглощает водяной пар самый распространенный в атмосфере газ но у него есть окно между 8 с половиной и 12 с половиной нанометрами областью поглощения соответственно вот это узенькое окно если представить себе газы которые будут поглощать в диапазоне этого окна то очень небольшие концентрации этих газов могут очень сильно менять температуру это впервые показал классик физики и химии девятнадцатого века сванта аренилс и царь 4 co2 n2o и некоторые еще газы озон например именно таковыми являются следовательно вот этот вот чудовищный рост с 320 частей на миллион до 424 420 было в ковидный год 2020 не может не разогревать землю зубцы на кривой киллинга это результаты сезонных изменений растительности весной когда растительность в умеренной зоне не вечно зеленая листопадная трогается в рост 102 становится меньше осенью снова больше и дальше на примере этих зубцов я вам постараюсь обосновать что причина этого роста именно антропоген так или иначе рост концентрации co2 и ch4 наблюдается рост температуры наблюдается это факт справа особенно если сгладить по декадам вторая сверху картинка если мы сгладим средние декадные температуры то мы увидим что а идет потепление б она ускоряется каковы причины роста концентрации c4 co2 у главных парниковых газов обычно природа охранники те кто поглупее отвечают на этот вопрос просто сжигание топлива во первых сжигание топлива а во вторых отчасти это изменение альбедо альбедо это отражающая способность поверхности альбедо 100 если это свежевыпавший снег беленькая или поверхность ледникового эфирна сажа это ноль и соответственно чем чернее тем лучше поглощает свет падающий сильнее разогревается соответственно всякое преобразование леса болота степи в города поселки поля сельхозкультур это увеличение альбедо и дополнительный разогрев но не только увы более важный момент это то что при любом нарушении природных ландшафтов например лес поели жучки или гусеницы он засох в лесу прошел пожар обывателя в лесу отдохнули так что все там по вытоптали и оставили кострище лес затопили он заболотился болото осушили и превратили в сельхозугодье все это приводит к тому что углерод запасенный в торфах в углероде почвы в листовом опаде в мертвой древесине в прочей мордмассе летит воздух грея бороду господу богу результат вы видите справа внизу это по данным моделирования красное это общее содержание co2 а синее это антропогенные выбросы это данные 90-х годов поэтому они не вполне точны на самом деле антропогенные выбросы стали значимыми уже 35 лет назад это замечательная работа димана 2003 года мы об этом будем говорить но так или иначе видно что чем ближе к современности тем выше вклад антропогенных выбросов это моделирование которое можно оспорить но мы поговорим о фактах которые уже оспорить сложно откуда мы знаем о содержании co2 и ch4 в геологическом прошлом из ледников ледник нарастает каждый год выпадающие на него снега или воды замерзая в нем остаются пузырьки воздуха с газами по содержанию газов этих пузырьках воздуха мы можем определить сколько было co2 или метана в геологическом прошлом например вот тут 1800 лет назад 9 тысячу лет назад а по соотношению изотопов углерода 6 кислорода 1618 мы можем определить температуру которая была тогда и и потепление современное чётко видно соответственно вот весь круглый 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 углерода в разных средах видно что большая часть углерода захоронена либо переведена в минеральные породы либо захоронена в почве и выведена из круговорота и соответственно если мы хотим решить проблему с потеплением если я вас убежу что рост концентрации co2 и ch4 это проблема и угроза то наиболее разумный способ ее решать это увеличивать долю ненарушенных лесов и болот особенно в нашей стране их сохранивший а также в канаде а также в бразилии то есть оставлять природные территории чтобы бесплатно работали на релаксацию происходящего ну и соответственно меньше сжигать топлива больше беречь его меньше перевозок на единицу производства продукции то есть в первую очередь использовать местные а не глобальные ресурсы запчасти и комплектующие и это потребует перестройки современной экономики глобального капитализма который одной рукой разрушает природу в дальних уголках планеты где она сохранит лучше всего включая нашу сибирь и дальний восток а другой рукой производят все изделия не из местного сырья а доставленного из стран с китайской ценой рабочей силы в результате чего глобальные перевозки и торговые и производственные быстро растут последние 30 лет на 60 процентов рост перевозок например контейнеров вузами что еще больше ухудшает ситуацию но метеорология это не моя специфика мне она даже чужда я орнитолог и поэтому я коснусь натуралистических аргументов в пользу того что глобальное потепление происходит очевидно к всякому первое это движение южных видов птиц насекомых высших растений и так далее на север это происходит например справа это картинка из определителя птиц европы 98 года издания здесь уже есть в составе гнездовой авиафауны незалетной разные виды попугаев понятно что они улетали и раньше но из-за слишком суровых зим не могли прижиться сейчас они прижились и чем дальше тем больше сейчас попугая крамера есть уже в баку гнездовые колонии есть в норвежских городах тоже касается и астрильдов изображенных слева все финодаты весны сдвигаются на более ранние сроки зацветание растений прилет птиц активизация беспозвоночных распустание листвы а вот с осенью все не так однозначно и это важно следующий момент прекращение циклов массового размножения леммингов потом и лесных палевок вы про леммингов наверное слышали что они живут в тундре едят всякие местные растения периодически в 3-4 раз в 3-4 года дают вспышку массового размножения от перенаселения они бегут куда глаза глядят там гибнут так вот причина вспышки это хороший в кормовом отношении год в том числе значительный снеговой покров по мере потепления снеговой покров из-за все чаще повторяющихся оттепелей пропитывается водой подснежное размножение это этим пресекается и лемминги перестали давать вспышки вот посмотрите пожалуйста вы видите что в двухтысячных годов лемминги перестали давать вспышки у них слева вверху эти вспышки у них были здорово сильнее чем у любых других грызунов а с двухтысячи десятых годов такие же вспышки перестали давать наши рыжие красно-серые и прочие полевки а вот разные виды насекомых которые движутся на север пестрая бронзовка в центре богомол слева внизу кузнечик проластинокрыл слева вверху крупные осы паразитические степная сколия жук кротокрылый пестряк и вот бабочки перламутровка дафна голубенькая виноват слева рыженькая справа голубенькая голубянка агистис суворовка поликсена парусник поликсена галатея все они движутся в нашей области с юга на север ну и в других областях центра не черноземья вы меня спросите но вы же в начале рассказа говорили что наоборот северные птицы движутся на юг вот те кто движутся с юга на север это еще например паука гриупа который здесь в центре пестряк короткокрылый пестряк справа они все это делают по измененным человеком местообитаниям по так называемой антропогенной лесостепи а вот по ненарушенным лесным или южнее степным участком наоборот северные виды распространяются к югу пока запомните этот факт дальше мы его используем для объяснения как биосфера могла бы отрегулировать возмущение в виде потепления и почему она сейчас не умеет не может этого сделать следующее доказательство происходящего потепления разобщение фенадат видов тесно связано в цепях питания например трехпалый дятел которым я занимаюсь это таежный вид сильно специализированный на краеде типографии другим видом опасным для елок и сосен и они настолько сильно сцеплены что вылет птенцов у него точно привязан к лету короедов с происходящим потеплением фенадаты и короедов и дятлов сдвигаются на более ранние сроки но у короедов сильнее наблюдается разобщение птенцы голодают то есть способность певчих птиц контролировать вредителей активно изучавшиеся в советское время именно в нашей стране в рамках сталинского плана преобразования природы от корольковой до иноземцев по этой теме вышла масса книг замечательных активнейшим образом также изучалась в рамках научного ведения лесного хозяйства в США чем дальше тем больше это разобщение тоже касается например мухоловки пеструшки и других певчих птиц и голых гусениц которые съедают листву в европейских лесах тоже касается например северных оленей особенно телят северных оленей и поедаемых растений то есть чем дальше тем больше разобщение между пиками появления в годовом цикле жертвы и потребителя подъем уровня мирового океана с гибелью прибрежных лесов подъем уровня мирового океана как вы понимаете это следствие не столько таяния ледников сколько теплового расширения воды в результате чего море наступает на сушу появляющаяся соль губит посевы и леса появляются так называемые леса призраки учащение прихода тайфунов и их разрушительности вообще гидрологических и стихийных бедствий рост переменчивости погоды с одной стороны зима становится мягче особенно в наших широтах например во время моей юнацкой юности у нас был традиционный выезд кружка в семидесятые восьмидесятые годы на север подмосковья в каникулы в осенние каникулы когда был праздник октябрьской революции и снег стабильно ложится уже 2 ноября сейчас снег ложится в целом в декабре или даже в январе то есть зимних месяцев у нас осталось два при этом внутри зимы и внутри лета более резкие перемены переходы от холодных к жарким дням зимой от оттепелей к антициклонам с сильными холодами в том числе появились их раньше не было сильные холода во второй половине зимы это между прочим одно из контринтуитивных следствий освобождающегося вследствие потепления от льдов полярного моря то есть мы видим что потепление происходит и происходит оно вот таким забавным образом весь земной шар можно разделить на две части в одной части живу я а вот вы в Донецке живете уже скорее в другой вот плюс карта России это изменение температуры и влажности за последние пятьдесят лет это данные девяностых годов когда потепление еще было не столь заметным величина красных плюсов это собственно изменение зимней летней и средней годовой температуры видно что зимой теплеет гораздо сильнее чем летом особенно чем мористее тем сильнее а вот лето в наших широтах в умеренной зоне наоборот может становиться даже более холодным по крайней мере в девяностые годы оно было более холодным и более сырым это то что я назвал гумидное потепление когда теплеет в первую очередь зимой лето становится даже более холодные влажные а вот у вас в степной лесостепной зоне в тропиках наблюдается аридное потепление когда теплеет больше летом чем зимой и потепление сопровождается ростом сухости вот печально что гумидное потепление на всех частях земного шара оно в девяностые годы наблюдалось во всей северной половине земного шара сейчас это в основном северо-запад европейской россии северо-запад северная европа восток сша вот видимо гумидное потепление это приходящий этап перед приходом аридного вот это очень неприятный момент так или иначе контраст между более аридными и более гумидными участками при общем потеплении всегда виден точно так же как четко виден контраст между участками засух и участками наоборот дополнительных дождей наводнений в общем роста влажности вот посмотрите пожалуйста более поздние данные 2010 годов карты теплеет почти на всей части россии меньше всего теплее в самом континентальном ядре а вот в арктике в восточной сибири в полярных побережьях стало теплеть очень сильно кем ситуация отличается от 90-х годов можете сравнить когда там на побережье полярного моря теплее медленно и одновременно клочная картина распределение сумм осадков в одних районах справа карта темно-синие пятна дождей стало больше наводнений стало больше других наоборот меньше вот это вот клочность то есть вроде бы один и тот же глобальный процесс потепления исходя из логики ожидаешь что последствия будут одного типа для всей территории ну скажем россии сша любой другой крупной страны всего мира увы последствия клочные причем на мелких участках пространства размером ну с область край изменения впрямо противоположные стороны в одном регионе больше засух в другом больше наводнений и это естественно сильно мешает адаптировать хозяйство к этим бедствиям потому что один и тот же управляющий субъект должен менять ситуацию впрямо противоположных направлениях это сложно это неприятно а для нас исследователи это значит что все последствия потепления связаны не только с этим глобальным процессом климатических изменений но и с местными локальными факторами это местная разрушенность природных сообществ антропогенная преобразованность вот запомните этот момент он нам пригодится в дальнейшем анализе вот посмотрите пожалуйста как море наступает на сруху слева вверху это прогноз 90-х годов он сполна оправдался 2000-е и 2010-е на восточном побережье США появляются леса-призраки море засаливает побережье и леса исчезают чтобы с этим бороться практичные американцы особенно там где берег не пологий а достаточно а достаточно возвышенный создают леса для противодействия засолению виноват не леса а соленые марши прибрежные болота а надо сказать что вот эти вот прибрежные болота на любом побережье на востоке США в Восточной Азии где останавливаются мигрирующие из Арктики кулики они исключительно цены для биосферы и они исключительно уязвимы для хозяйства большая часть населения живет на побережьях хозяйствовать на побережье а значит застраивать и менять его сельхозугодиями экономически выгоднее чем в центре континента это верно верно для всех территории особенно при капитализме и поэтому вот эти вот прибрежные болота кустарники или специальные заболоченные леса мангровые например в тропиках они крайне уязвимы но их надо охранять чтобы они забесплатно выполняли нужную для нас работу против наступления моря вот слева вверху видно что если мы восстановим этот заболоченный марш то сельхозугодия за ним спасутся еще сильнее эта проблема в бангладеш и других странах третьего мира живущих в дельтах великих рек вроде Ганга и Брахмапутры вот тут видно как происходит засоление на одном из бангладешских островов это работа бангладешских авторов видна опять же та же самая клочность засоление наступает пятнами в некоторых местах островов мы даже видим наоборот рассоление из-за увеличения дождей и это все крайне затрудняет приспособление хозяйства к происходящему то же самое мы видим на примере погоды в Европе более синие участки карты слева это районы где глобальное потепление дает больше дождей больше наводнений более влажную почву а более красные участки там где наоборот больше засушливости и соответственно если для 90-х годов я говорил что подмосковье и ленинградская область более северные районы это была область гумидного потепления то вот эта статья 2019-го года уже показывает что из вашего региона с степной зоны на север ползет потепление аритное а все из-за того что снеговой покров уменьшается уменьшается питание рек снеговой особенно в засушливой зоне и распространяется засушливость что это значит это значит что совокупный результат происходящего на земле складывается как равнодействующая глобального процесса потепления и локального фактора степень измененности биоцинозов местная погода местные способы хозяйствования причем что будет происходить на каждом отдельном клочке синеньком красненьком или ином определяется гораздо больше степенью местной нарушенности или местными способами хозяйствования то же самое касается съедания островов моря о котором часто говорят это опять та самая дельта Бангладеш в одних местах море поднимаясь съедает прибрежную территорию тут видно слева а в других наоборот вот поскольку ровно те же глобальные процессы потепления увеличивают водность рек размыв то принесенный реками материал в каких-то местах дельта откладывается и в результате острова постоянно меняются меняют конфигурацию вот в центре видно как один из островов бангладешской дельты изменился то есть мы видим быстрые изменения негативные в каждой конкретной точке при общем росте засоленности и здесь крайне важно вот то о чем я уже рассказывал так называемая nature based engineering то есть преобразование ландшафта основанные на способности естественных экосистем этому противодействовать там где наступает море надо специально создать мангровые заросли или соленые болота чтобы защитить расположенные за ним пассивы это и выгоднее и легче чем например создавать дамбы вот тоже недавняя работа вышедшая в сша увы действительно видимо по всей планете гумидное потепление это приходящий фактор а гумидное потепление на него можно было возлагать надежды что она увеличит урожай сельхозкультур потому что вы знаете русскую поговорку влажный май год кормит холодный и влажный май год кормят но увы чем дальше тем больше вот это вот теплая зима и холодное сырое лето оказывается проходящим состоянием и вот это данные для всей территории Соединенных Штатов учащается приход засушливых дней уменьшается общая фитомасса растительности это график справа сверху соответственно растения ослабляются учащающимися засухами это для дугласовой пихты для сосны пинус пандероза большее летнее тепло стимулирует стволовых вредителей короедов заболоников лобоедов чтобы лес поедать и соответственно расширяется область пожаров то есть леса которые казалось бы должны давать больше фитомассы и расширять свою территорию вследствие дополнительных выбросов углекислого газа из-за травм связанных с экспансией аридного потепления напротив они покрываются нарушениями и свою функцию чем дальше тем хуже выполняют то же касается собственно стресса засухи измеренного непосредственно по погоде метеорологически слева вверху картинка и это понятно потому что по мере того как становится теплее а потом и суше условия среды обитания рано или поздно выйдут за пределы диапазона толерантности любых наших растений дубов берез сосен и рано или поздно они окажутся в травмирующих ситуациях они не могут так быстро приспосабливаться именно поэтому собственно происходящие изменения климата требуют установки надо помочь биоте приспособиться потому что если начнут сохнуть леса и начнет распространяться опустынивание как это показано в данной работе тоже 2019 года вы опять видите клочную картинку изменений сухости влажности но на большей части планеты желтых и красных пятен больше чем синих и зеленых причем какой индекс засушливости не возьмется PS сверху CM и P5 снизу какой индекс не возьми мы видим что мозаичные изменения в целом меняют ситуацию в сторону больше сухости при наличии контраста между более сухими и более влажными участками в каждом отдельном регионе что затрудняет адаптацию следующий важный момент как нам обосновать антропогенный характер потепления вот данные об изменении концентрации СО2 самый верхний график метана средний и температуры второй сверху за последние 100 тысяч лет это данные по ледяным кернам впервые из Антарктиды впервые стали ставшие известными только в конце 90-х годов это очень свежие данные и мы видим четкую корреляцию больше СО2 и СО4 выше температуры или наоборот вопрос что здесь телега а что лошадь то ли рост концентрации СО4 и СО2 меняет температуру и соответственно меняет климат с теплых сухих и прохладных влажных периодов на противоположные как вы понимаете эти графики доказывают наличие природных циклов климатических то ли наоборот рост температуры причина а рост концентрации СО2 и СО4 следствие стало теплее часть растительности засохла часть СО2 стало больше пожаров часть СО2 вылетела в воздух и так далее потому что ту корреляцию между содержанием углекислого газа и отклонением средней температуры от текущей температуры от среднем многолетних значений можно объяснить по-разному в 2003 году вышла великая совершенно работа Руктимана которая показала что причина здесь человек красиво и на мой взгляд неопровержима как он это сделал вот эти три графика уже цветные сверху и мы видим что до периода распространения сельского хозяйства то есть в годы старше чем 3 5 8 тысяч лет назад мы видим четкие корреляции всех трех графиков по этим колебаниям графиков то есть по природным циклам чисто природным мы можем создать аппроксимирующую кривую вот снизу она показана розово для метана так вот около пяти восьми тысяч лет назад согласно доагрикультурным колебаниям аппроксимирующая кривая справа внизу стрелка должна была пойти вниз концентрация метана и температура должна была уменьшиться она пошла вверх вот это переломный момент ровно то же самое вы можете увидеть сверху отмечается для CO2 тем же роддиманом если судить по естественному тренду тому который был все сто тысяч лет назад до того концентрация CO2 должна была пойти вниз она пошла вверх почему именно в это время на востоке Кумена распространились рисовые поля на западе Айкумены пшеничные ячменные человек начал преобразовывать территорию очищая ее от леса и распространяя пашки и пазбича и весь тот углерод который был в лесу запасен в виде углерода почвы мордмассы осушаемых для сельского хозяйства болот полетел вверх и вот с этого момента происходит глобальное потепление промышленные перевороты экспансия капитализма в последние 150 лет процесс лишь ускорила а так он медленно потихонечку с откатами назад но шел все эти 3-5 тысяч лет например одна из возможных дат антропоцена предлагаемая учеными антропоцена это период когда человек доминирует в биосфере именно человеческая деятельность а не природные процессы определяет происходящее это пик 1610 год предлагается почему именно это дата 1610 год это минимум малого ледникового периода а минимум малого ледникового периода часто представляемого как естественным был связан с тем что европейцы открыли латинскую америку и устроили там геноцид населения частично с помощью мечей и ружей еще больше с помощью европейских заразных болезней которые бежали впереди конкиста и выкашивали аборигенов куда эффективнее прямого убийства и принуждения к рабскому труду в шахтах и так далее и посева индейцев зарастали лесом менялась альбедо и это вызвало резкое похолодание то есть вы видите как географические и политические события с соответствующими изменениями биосферы напрямую влияют на глобальный климат соответственно если мы сравним природные циклы с интерпогенными два графика справа мы увидим что всегда рост концентрации СО2 и СНХ4 был связан с потеплением таянием ледников и прочими изменениями красненькие стрелочки уменьшение концентрации с обратными изменениями но сейчас сейчас это значит с момента появления сельского хозяйства это происходит на три порядка быстрее чем это было до в до агрикультурный период мне кажется после этого антропогенная природа происходящего ну просто неоспорим поэтому нам важно оценить человеческую мощь есть такая поговорка сила есть ума не надо и увы это касается современного способа хозяйствования в биосфере на 80% это связано с капитализмом но тем не менее соответственно в производстве энергии человек много слабее природы несравнимо слабее то есть один тайфун содержит больше энергии чем все электростанции земли в преобразовании ландшафта в изменении формы рельефа например при строительстве городов и каналов перемещение больших масс вещества с природой человек сравним в химическом синтезе он природы сильно превосходит например мы гораздо больше синтезируем азота чем природы это касается перемещения фосфора через производство удобрений серы и других биогенов и в преобразовании среды обитания человек превосходит природу как небо и земля то есть никакие наступления леса на степь леса на тундру и другие изменения обычно связанные с климатическими циклами бывшими в доагрикультурный период не сравняться с нынешней расчисткой территории подсельхозу гудья вот проспективные потенции расчистки территории разных континентов особенно третьего мира подсельхозу гудья 2050 году во многом это следствие того что технологии интенсивного сельского хозяйства развитые страны соответствующие монополии в третий мир не пускают как они не пускают патентуя вакцины из-за чего из третьего мира к нам приходит то дельта то микрон то еще какая-то дрянь и соответственно в третьем мире для зарабатывания каких-то денег особенно в ситуации зависимого развития когда ТНК превращают страну то ли в рудник то ли в плантацию а часто и местные националисты как в Бразилии или Индии этому развитию потакают считая что таким образом они развивают независимое предпринимательство и борются с международным империализмом тем не менее они развивают варварское экстенсивное сельское хозяйство сводя леса и в результате к 2050 году большая часть местопитаний птиц зверей амфибий и других живых существ сельским хозяйством будет поставлена под угрозу это печально не только для меня заулога который бы хотел все это сохранить для своего для изучения мной и коллегами то есть это не только моя корысть это корысть прежде всего сельхозпроизводителей потому что леса вокруг полей нужны для нормальных урожаев когда я вам рассказывал про историю охраны природы в СССР в нашей стране это поняли впервые создавая сталинский план охраны природы и поэтому такая вот зачистка природных ландшафтов между полями и пастбищами резко снизит продуктивность сельского хозяйства будет только хуже соответственно единственное общий способ остановить происходящее это с одной стороны интенсифицировать хозяйство там где оно уже ведется то есть на территориях максимально измененных человеком защитить острова дикой природы там где они еще остались а на территориях городов и ближних пригородов там где места обитания наиболее изменены восстанавливать природные сообщества например в Калифорнии чудовищно пострадавший от пожаров засух и прочих проблем связанных с потеплением губернатор сообразил что надо восстановить треть на третьей территории региона природные ландшафты и это нужно делать это собственно главный ключ для остановки происходящих негативных явлений тогда реализуется та логически возможная модель которая пришла нам с Григорием Станиславовичем Еремкиным в голову в первую очередь что если бы участки ненарушенных природных ландшафтов были достаточно большими то происходящее потепление было бы только в плюс чтобы оно стало не в минус а в плюс надо восстанавливать тайгу влажные тропические леса мангры луга степи замечу наук небольшое отступление наука полна забытых прогнозов например все что я вам рассказывал по научным данным 90-х нулевых годов было предсказано климатологами еще в начале 80-х вот тут картиночка из статьи в Science 1981 года увы она была забыта изобретение интернета с электронным доступом к научным журналам при усилении конкурентности в научной среде имела один неприятный но закономерный эффект ускорилась забывания статьи сразу не привлекших внимания поскольку тогда это было не остро актуально она научное открытие обывателя обращают внимание уже тогда когда жареный петух в темечко клюет вроде современных наводнений в Европе эта статья была забытой только в 2005 году пара голландских климатологов попав в больницу обратила на нее внимание все что я вам рассказывал и то что подтверждалось фактами натуралистическими было предсказано еще в начале 80-х годов собственно еще Михаилом Ивановичем Будыко в отличие от этой статьи в Science он был оптимистом он считал как мы с Еремкиным в начале нашего анализа что от потепления будет только лучше увеличится продуктивность увеличится фитомасса природных биомов увеличится продуктивность сельхозкультур климат станет мягче и так далее дальше он увы не пошел но мы с Григорием Станиславовичем эту логику уже на втором шаге поставили под сомнение почему потому что азы физиологии растений это картинки из учебника физиологии растений по которому я учился в те же 80-е показывают что с ростом температуры продуктивность фотосинтеза меняется по колоколообразной кривой слева вверху синяя кривая а продуктивность дыхания в принципе тоже по колоколообразной кривой более асимметричной заходящей более вправо и в целом рано или поздно потепление для каждого из видов растений чья продукция нам важна потепление доведет ситуацию на оси абсцин до того момента когда фотосинтеза будет уже угнетаться а дыхание будет только стимулироваться плюс плюс закон ван гофа никто не отменял закон ван гофа с ростом температуры скорость химических реакций увеличивается в два-три раза на каждые десять градусов а что это значит это значит что даже если большая концентрация СО2 приведет к тому что растения создадут больше фитомассы активизирует фотосинтез но экосистема состоят не только из растений там есть консументы и редуценты и сами растения дышат это на фотосинтезированное будет активнее сжигаться а нам как консументам и всем прочим животным и микроорганизмам в системе важна не валовая продукция а чистая чистая продукция это валовая продукция минус затраты на дыхание как дыхание растений так и консументов учитывая что рост антропогенного нарушения интенсифицирует дыхание сильнее чем продуктивность можно предположить что искомое позеленение будет только там где биомы не нарушены только в быстро сжимающейся шагреневой коже малонарушенных природных сообществ а вот там где они нарушены там наоборот потепление будет приводить к ускоряющемуся сжиганию на фотосинтезированной органике там будет сильнее размножаться листовые стволовые вредители то есть там будут идти процессы деградативные с ростом соответствующих угроз для продуктивности а поскольку первое площадь первых участков земли уменьшается вторых увеличивается то мы предположили что потенциальная возможность глобального позеленения да есть она следует как я уже говорил из общей биологической идеи гомеостаза но не получается именно потому что нарушен растут нарушения вот здесь я вам показываю объем углерода запасенный в лесах разных климатических поясов вы видите это огромные суммы в почве в мордмассе в торфах углерода захоронена гораздо больше чем связан растительностью именно поэтому болото важнее леса и когда происходит нарушение этот углерод летит в воздух еще больше усиливая потепление вот тут показано насколько увеличивается выбросы углерода в воздух пропорционально степени нарушения разных биомов мангры бареальные умеренные леса тропить влажные тропические леса то есть чем сильнее мы нарушаем и фрагментируем место обитания тем больше углерода летит в воздух а это препятствует регуляции то есть человек мог бы помочь нарушающейся природной регуляции за счет геоинженерных средств если бы он брал например сельхозостатки то есть любые углеродные отходы пиролизовал и закапывал примерно туда где находится нефть уголь то есть вот тут как раз указана емкость разных хранилищ углерода существующих на земной поверхности от океана где CO2 просто растворяется до листового опада или углерода почвы и соответственно сроки над которые углерод выводится и великий климатолог Уильям Брокер открывший так называемую кривую Брокера сеть теплых течений с помощью которых высокие широты нагреваются он предложил геоинженерный способ борьбы с происходящим потеплением картинка справа пиролизовать сельхозостатки порубочные остатки любые другие углерод содержащие отходы и соответственно их захоранивать выводя из круговорота это помощь работе природных болот вот справа внизу виден видны природные болота тут видно что когда болото молоденькое оно больше выделяет метана чем захоронивает углерода в виде слоев мхасфагнума и соответственно она больше нагревает чем охлаждает по оси х соотношение выделения CH4 и поглощения CO2 но в какой-то момент когда болото становится достаточно зрелым оно переключается захоранивает сильнее чем выделяет метан и наши бареальные болота зеленые точки работают в этом плане эффективнее всего и они дольше всего живут собственно именно поэтому их надо защищать от любых нарушений проще всего это сделать в рамках охраны лесных ландшафтов поскольку болота они существуют не сами по себе а в структуре лесных ландшафтов не лесные ландшафты болотами здорово объединены соответственно появляется рабочая гипотеза что плюсы или минусы от глобального потепления это следствие не столько самого потепления сколько нарушенности биосферы поскольку в современную эпоху происходящее потепление в отличие от того что было сто тысяч лет назад происходит не само по себе а выброс СО2 есть часть разрушения биосферы то угрозы чем дальше тем больше будут преобладать над возможностями коллеги вот тут я хочу с вами посоветоваться поскольку сейчас уже 7.20 я хотел бы рассказать еще про природные циклы климата до потепления и затем мне довольно долго рассказывать как я эту рабочую гипотезу проверял может быть я за 15 минут расскажу про природные циклы и на этом мы сегодня закончим а завершим про потепление в следующий раз чтобы у нас было из двух частей потому что вы вроде бы до восьми не позже да давай потом следующий раз итак природные циклы впервые стали изучаться на территории нашей страны в ходе великих академических путешествий благодаря наличию аридных водоемов между Черным морем или Каспием и Байкалом уже во время этих путешествий было стало понятно что эти озера включая море озера то наполняются то пересыхают и вот вы видите справа внизу колебания их обводненности прохладно-влажная эпоха это когда эти озера большие вокруг них обширные тростниковые заросли вокруг них луговая растительность они степная или полупустынная а теплые сухие периоды это они сокращаются в чем здесь роль биоты тростниковых зарослей луговых участков вокруг озер окловодных птиц обитающих они работают как демпфер потому что например в том же Казахстане главный источник питания озер это снег перераспределяемый зимой ветром соответственно чем более развита тростниковая растительность вокруг озера а это следствие хорошего развития водных экосистем обилие беспозвоночных обилие высших водных растений обилие водоплавающих птиц тем больше наметет снега и соответственно чем лучше развита биота в озере и участке лугов или степей вокруг тем медленнее идет переключение с цикла на цикл то есть мы видим что биота этих оазисов какие представляют собой озера в пустыне полупустыня или степях играют роль замедлителей демпфера так или иначе циклы определяются колебаниями солнечной активности измеритель солнечной активности здесь выступают числа вольфа которые оцениваются астрономическим наблюдением по количеству темных пятен на диске и сгруппированности пятен чем больше пятен тем выше уровень солнечной активности пятна это области повышенной напряженности магнитного поля почему они собственно чуть похолоднее чем солнечный газ вокруг через некоторое время они прорываются протуберанцем соответственно чем больше пятен тем выше вероятность переключения на теплую сухую климатическую эпоху меньше пятен прохладный влажный период и во время малого ледникового периода был даже так называемый маундеровский минимум когда пятен не было вовсе так вот эти пятна замечательная тем что во первых они способствуют развитию биоты вокруг озера видной зоны во вторых во время подъема этих озер южные виды отступают на юг а когда приходит теплая сухая климатическая эпоха наоборот разные виды сельхозвредителей проникают на север и более южные виды ползут на север в точности как это происходит при нынешнем потеплении уже антропогенном замечу что я сейчас говорю о природных циклах и в частности Виталий Григорьевич Кривенко написавший книгу водоплавающей птицы их охрана хотя она больше не про птиц а именно про эти циклы вообще считаю что никакого потепления не происходит тут такое удачное сочетание его научной позиции и его корысти поскольку он работает на Газпром анализирует те территории где на севере на севере Газпром добывает газ и нефть и соответственно в этом смысле его позиция она тесно связана с выгодой которую получает его лаборатория так или иначе во время наступления теплых сухих эпох когда уровень озер оридной зоны проседает на север идут разные виды южные виды чая уток и другие южные виды биоты из-за чего к слову сеть заповедников созданной в советское время периодически теряла способности охранять целевые виды например краснозобая казарка эндемик нашей страны для ее охраны был создан Казалагачский заповедник в Азербайджане но когда Каспий стал милеть карты справа вверху краснозобая казарка перестала на Каспий зимовать а стала зимовать на болгарском побережье Черного моря изрядно застроенным поэтому к слову при радикальных изменениях климата охранять редкие виды и вообще природу становится труднее просто потому что ситуация становится динамичнее и с редкими видами и с природными сообществами а стационарная сеть охраняемых территорий все менее и менее пригодна откуда берутся циклы это замечательно описано в истории земли и жизни на ней Кирилла Яськова в рамках так называемой гипотезы Юинга и Донна они показали что географическая оболочка земли работает так что потепление сменяется оледенением а похолодание деглицацией вы наверное слышали про так называемые циклы Миланковича в соответствии с которыми в зависимости от трех астанодомических показателей колеблются периоды оледенения и межлетниковий в геологической древности шкала в центре но Юинг и Донн задались вопросом почему собственно ледник начинает таять хотя вроде бы если ледник достаточно большой то над ним развивается антиксислон он способствует намерзанию еще большего количества снега и льда и так далее то есть ледник должен расти благодаря положительной обратной связи соответственно ответ очень простой ледник растет не столько от холода сколько от сырости ему нужно питание поэтому к слову условиях нынешнего потепления внутри материковые ледники сокращаются во многом даже не из-за потепления из-за того что из загрязненного воздуха на них выпадает пыль она меняет их альбедо они лучше нагреваются и начинают таять вместо белого льда лед становится светло-серым ну и так далее так и соответственно а вот ледники приморские ну например расположенные всего мористые ледники в норвегии они растут даже сейчас соответственно тепл соответственно период атлантический когда сыро и довольно тепло ведет к улучшению питания ледников он начинает разрастаться начинается оледенение потому что чем больше ледник тем больше он растет благодаря положительной обратной связи но рано или поздно он разрастается настолько что подрывает собственное питание начинается таяние дегляциация ну и так далее до появления человека с его сельским хозяйством и расчисткой земли от лесов и других природных биомов все бы это так и прыгало собственно схема теплопереноса на земле также очень хорошо описано у Яськова две карты внизу слева схема теплопереноса в нашу эпоху сейчас у нас так называемая криоэра жаркий экватор холодные полюса есть как влажные тропические леса и экваториальная жара так и полярные области тепло переносится с одной стороны теплыми течениями проходящими далеко на север с другой стороны тремя конвекционными ячейками в атмосфере где это осуществляется за счет разгрузки водяного пара соответственно в каждой из трех атмосферных ячеек там где вода испаряется там тепло забирается там где идут дожди тепло выделяется и соответственно на юге полярной ячейки на севере умеренной ячейки и на юге экваториальной ячейки там где водяной пар превращается больше в воду там обширные леса богатые фитомассы природные биомы а на противоположной части ячейки где испарение доминирует над выпадением осадков там безлесные открытые ландшафты степи полуповтыни пампыль яносы соответственно функционирование каждой из этих ячеек приводит к тому что водяной пар с атлантики забрасывается вглубь континентов а в восточном полушарии он забрасывается колебаниями давления на линии Перу североавстралии то есть на земном шаре в климатической машине есть два как бы сердца связанные с двумя градиентами давлений первое это между Исландией и Азорскими островами это так называемое североатлантическое колебание в норме в Исландии давление выше чем на Азорских островах но периодически в связи с явлениями называемыми Эль-Ниньо оно ёкает меняется полярность и соответственно вместо заброса тепла и влаги наоборот вглубь Евразии проходит сухой воздух соответственно как вы понимаете нормальный заброс тепла и влаги с океана вглубь континентов обеспечивает повышенную водность внутриконтинентальных озер прохладный влажный период а забрасывание наоборот сухого теплого воздуха соридных зон не с океанов обеспечивает наоборот теплый сухой период а вот это ёканье оно связано с изменениями солнечной активности с солнечным ветром и связанным с ними электромагнитными бурями в магнитосфере земли то есть до того как человек стал менять биосферу климат крутился так крутился устойчив увы человек стал биосферу менять отчасти приводя ее к ситуации которая была в мезозуе тогда была так называемая термоэра климат был выровнен по всей земле не было ни современных полярных областей ни современных тропических везде был условный средиземноморский климат соответственно течение в атмосфере и в океане были другие и так или иначе самое плохое что мы могли бы ожидать от происходящего с климатом это прищёлкивание вот в термоэру ну в результате например остановки вот этой вот этих вот давлений петля брокера вот здесь показана знаменитая петля брокера красная это вода и теплая более менее осолоненная вода идущая по поверхности у полюсов она охлаждается насыщается кислородом и тонет и соответственно по дну океана в синее течение происходит таяние ледников на севере и на юге этот цикл останавливает и соответственно остановило бы теплоперенос потому что по понятным причинам на экватор всегда попадает больше тепла чем на полярной области этот градиент стремится выровняться и точно так же как в нашей квартире батареи и течение струи теплого воздуха осуществляют теплоперенос так же это осуществляют воздушные водные течения вот их сбои крайне опасны и собственно это тот максимум проблем который в условиях потепления может быть создан до этого пока дело не дошло можно надеяться что это развитие событий мы остановим вот снижение продуктивности биосферы проблемы с погодой стихийными бедствиями и сельским хозяйством уже сейчас налицо почему они получаются вместо пользы я расскажу в следующий раз спасибо жду ваших вопросов спасибо большое а может быть сейчас вопросы есть у тех кто подключился не из библиотеки вот но я пока скажу может быть еще в следующих встречах на следующих встречах вы расскажете больше о мирах которые можно предпринять да естественно то есть по этому вопросу по этой проблеме много вопросов есть но наверное потом оставим вот еще я сталкивалась с такими публикациями о том что одна из главных причин глобального потепления это рост населения как можно такой тезис прокомментировать рост населения понимаете как ну вот из того что я рассказал и то что надеюсь расскажу в следующий раз то есть в следующий раз я буду рассказывать почему вместо ожидаемой пользы для растительности и сельского хозяйства а также погоды мы наблюдаем проблемы собственно то что в современном мире потребление жителей богатых стран гораздо больше разрушает природу чем рост населения в бедных это факт очевидный и я вам рассказывал про так называемый экологический след то есть грубо говоря своими экономическими запросами жители богатых стран которые мало размножаются разрушают природу намного сильнее чем жители бедных стран а ведь демографический переход и тот самый демографический взрыв он остался только в Африке и Миндостане большей частью третьего мира благодаря демографическому переходу этот самый взрыв давно закончился и в Латинской Америке поэтому связывать то есть ключевое здесь как я старался это разрушение биосферы особенно и распространение варварских способов ее эксплуатации вроде экстенсивного сельского хозяйства это куда больше связано с зависимым развитием особенно в третьем мире чем с численностью их населения вот ответ такой понятно что растущее население свой вклад вновь но гораздо меньше спасибо а кто-нибудь еще хочет вопрос задать из тех кто подключился дистанционно я вижу пока нет а еще хотелось бы может быть следующий раз узнать вот часто встречается материал о том как про такой индивидуальный вклад в сохранение экологии вот что из этого имеет смысл а что не имеет смысл из-за индивидуальных каких-то действий поведения там стоит ли как-то кардинально менять свое поведение или любое восстановление природных сообществ разумно если вы можете в этом участвовать в своем регионе это очень большая тем более такой урбанизированной регион как Донбасс ну или подмосковье разделение мусора и уменьшение собственного экологического следа то что часто пропагандируется для жителей богатых стран ну разделение мусора вещь полезная но не в плане охраны природы а в плане проблемы отходов с которыми современные города не справляются другое дело что по большей части возможность переработать этот мусор очень здорово отстает от увеличения выпуска очень часто люди тратящие свое время и силы на разделение мусора оказываются лишь маскировкой для корпораций которые ориентируясь на говорят ну вот смотрите вот все же разделяют а мы нарастим выпуск отходов будет то есть эту проблему надо больше решать на стороне производства чем на стороне собственно потребителя плюс значит чем больше потребления тем большая часть мусора так и остается непереработанной и рост потребления сильно опережает рост индивидуальных усилий по разделению изменение питания вот часто пропагандируется вегетарианство например типа от него меньше экологический след это все такое ну в отношении питания тут можно сказать что для жителей даже не очень богатых стран вроде Турции вроде Кубы питать обычное питание оно избыточное то есть ну вот в Кубе был острый опыт когда была блокада и собственно поскольку удалось не избежать голода то есть все ели мало но голода не было и это крайне позитивно сказалось на здоровье то есть меньше стало повышенного веса меньше стало диабета меньше стало инфарктов инсультов когда экономическое положение стабилизировалось ситуация улучшилась виноват ситуация ухудшилась со всеми этими болезнями положил их а для нас живущих в обществах завершивших демографический переход это главный фактор смертности иными словами лучше есть радикально меньше ну в том числе и того же мяса но более качественно вот плюс плюс домашний скот он важен для поддержания места обитания для большой группы диких видов то есть мы настолько изменили планету что сельхозу годья где сельское хозяйство ведется традиционным образом это место обитания очень многих видов которые нигде иначе жить не могут если мы прекратим это традиционное животноводство соответствующими выбитыми участками то эти виды исчезнут ну вот собственно красиво цветущая луговая степь требует выпаса лошадей и собственно наши лучшие степные заповедники это на территории бывших конных заводов а строгое заповедание приводит к забурьяниванию исчезновения соответственно домашний скот отчасти должен выполнять функцию поддержания этих природных сообществ то есть отчасти животноводство нужно хотя потребление мяса имеет смысл не есть вот как-то так самое важное это увеличивать площадь природных ландшафтов и путем охраны и путем искусственного восстановления и это можно и нужно делать в любом регионе особенно высоко урбанизированным и сильно измененным а спасибо если будет наверно еще вопросы то вы тогда пишите все спасибо большое за дополнительные материалы в том числе и по проблеме отходов то что вы меня спрашивали я выложу дополнительные материалы ко всему тому что рассказывал и тогда скажем в конце января или в начале февраля я завершу прошу прощения что затянул но как говорится знающий знает подробно тут масса разных деталей которые важны до встречи всего доброго до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи